и у нас такое видео которого все должен давно ждали это перфуманс тринахи по басу продолжительный по времени не столько сколько мы сколько она сможет там разумных пределов 20-30 минут мы будем валить басуху сейчас и я ожидаю давление примерно в 154 децибела это будет самый громкий автомобиль в россии воспроизводящий музыку у нас в последнее время очень много появилось факет челлендж короче это челлендж ребята у вас ну последнее время комментаторов много завелось комментируют а чего средств такой низкий люди не понимают да это вот все равно что взять audi r8 которая там 49 секунды до сотни сравнивать с драк стирами которые там за полторы или за две за сколько они взлетают на audi r8 ездить круто это красиво это престижно но на драгстерах не поездишь хотя рез определенный вот сегодня мы вам покажем что такое в повседневе автозвук и если есть в россии машины громче этой они пусть покажут что они могут играть также громко такое же количество времени вот я уверен сейчас будет очень много спаленной аппаратуры разъебанных телефонов датчиков и всего остального люди сейчас начнут психовать потому что никто не знает сколько их система играть может долго я знаю но в группе гроб мы я знал сколько гроб играл 30 минут я минимум это ну видео до получилось кусками короче сейчас попробуем одним куском если не сядет ноутбук там если сядет камера все нормально если будет одним куском запишем и пусть кто считает что его показатель на замере выше попробует повторить это же на музыке потом оспаривать же до вечность вот почему и называют вечностью потому что она может играть музыку вечно витя мод ремеза коля со своей этой восьмеркой мне со своей но помогал делать альфардовский грузовичок не так я сказал этот джип медведи не знаю что там собрал макс шкоду мы слушали громко играла ну то что я слышал было около одной минуты кто еще говорит давай сейчас на собираем шишек косим косим проверь ты говоришь а ты проверь мы сейчас проверим певки вася васяк ты вот красавчик ну давай повторяй мы видели мы видели вася и ты это знаешь это это признаешь что у тебя машина валит 10 минут 150 и 5 правильно закончился результатом 155 мы тогда 151 и 5 10 минут правда после двух замеров по 155 вот любите цифры давайте их ну как уточнять условия в которых эти цифры были поставлены правильно то есть может человек выйти и раз жизни поднять штангу 200 килограмм один раз и всю жизнь потом лечиться вот но есть же люди которые 130 килограмм каждый день поднимают там по 30 раз и как бы кому кому что правильно никто не говорит что спортивные результаты это ни о чем это очень сложно это нужно но не надо сравнивать шоу кар или тем более повседневную машину с результатами которые валятся там 7 секунд или там машинами которые могут две минуты короче вот это наговорил очень много сейчас надо теперь еще показать мы конечно на когда мы веселим стоим народ мы дольше всех на срывках веселим кто сейчас может сравниться виталик 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 витёк мод кто еще валит сейчас басмагаз конечно басмагаз валит фронтом на на аккумуляторах это круто басуху я тоже слушал часто валит много а часто валит а часто валит немного повседневная до удобность удобства повседневного использования миней собрал похоже на тачку уже поздравляю антоха похоже на машину уже или корчищу ну если похоже туда рез я слышал кайфовый есть сколько может рез короче вот сейчас мы ставим планку и официально заявляем что тринаха это в российском автозвуке самый громкий автомобиль воспроизводящий музыку громче ремезово громче басмагаза громче ведь комуца громче тем более мегана димана дима аборин и громче альфардов ского грузович кадиллак с кадиллаком поспорим я видел кадиллак валит 160 но это был один раз официально а второй раз приезжал он до к нам подожди к нам в новоросс приезжал до калек тоже собрал машину за три года много миллионов долларов но она она играет сколько она играть непонятно поэтому кончайте комментировать берите телефон камеру включайте музыку подошел включил и стоишь снимаешь на улице у нас 35 градусов машина сама я посмотрел то на в теньке стоит 30 градусов в салоне 30 градусов сам кузов асфальт в теньке 40 так что как бы не самые легкие условия для системы и для нас а кто валить будет тёма я или ты а я снимать буду короче нифига это тоже не легко внутри посидеть я знаю я на зарубе с вас я думал не знаю такое ощущение когда легкие знаете у вас закипают легкие 50 градусов в салоне когда ты этим воздухом дышишь а у тебя а мы с закрытым еще валили да у нас закрытый салон был чуть не сварился на короче нем и дверь откроем дать он потому что это будет и рез чуть ниже из можно свариться в машине в которой спарта херачить и 50 градусов и у нас есть пирометр мы будем передавить вечность вот не хераси или какая крутая штука до отсюда нет всем кто всем кто громче вечности дарим вот такую вот штучку но давай ну она не всем подойдет конечно но давайте сейчас считать начинайте количество машин которые громче вечности а потом пишите ваши комментарии тупорылый прорез у вас резом и когда начнете понимать что есть рез максимальный а есть трест повседневной музыки которая валит тачку это как много 155 вы понимаете что арнольд шварценеггер сколько он на грудь жал у его чё троллили пауэрлифтеры что он мало и жмет на грудь кому каждому свое сейчас мы вам покажем что у нас что наши кто кайфует от этого движения подписывайтесь там вот это вот там нажимаете все делитесь кто не кайфует пишите дальше ваши тупоры вы комменты они нас забавляют иногда а иногда заставляют двигаться дальше поэтому в любом случае пишите они полезны эта дорога на городскую свалку так что не удивляйтесь если будет ехать машины мусороводские как тебе запах да нормально тем сабы там слушать надо будет это я сдохнут воню так себе запах тут конечно но я не мог придумать получше место где мы не мешали бы людям тут недалеко сторожка тут собаки тут бомжи ну я думаю что никому мешать не будем и тут тема тема любит обмазонится в три нахи да уже не чувствую я вообще даже да подумаешь как во двор мусор выходишь выносить такой же запах примерно прямо монитофон тема монитофон будет держать у нас и один косяк сейчас есть панелька отходит и музыка вырубается ты вытащил его ну так вот в полу вытащенном состоянии будет и мы будем трек наш любимый басболин крутить и тема ты только не проебывая его понял бегунок раз и отвел почти в самое начало чтобы заново играла ну то есть перерывов не будет практически короче сейчас пристрелялись померили у нас произошла следующая вещь у нас пар порвана крыша у нас порваны обе стойки и резни чистота упал зла на 6 герц вверх у нас сейчас у нас была отдача на 38 37 сейчас 45 46 герц и рез упал мы же здесь не для того чтобы показать вам максимальный рез сейчас мы на этой чистоте будем добивать кузов то есть все равно уже собирались варить крышу тут видите да она порвана и порвана так очень нехуй его сейчас посмотрим сколько мы можем в таком состоянии отыграть я еще раз говорю мы не ставим рекорд по максимальному резу мы вам показываем насколько громкой может быть музыка вот ну чистоту мы менять не будем как такие как было так и так и запустим на басболине пятигорске у нас там было или средний рез 150 за 155 час рез упал потому что потому что бесследно такие вещи не проходят за все надо платить у нас и не броневик и не 12 сабов короче включайте да да включай у нас и вот Я ж не обнулил. Да, я обнулю сейчас. А? Что? Что, по уровню там было. 154,5 где-то. Ну, там 153, 154 вот так где-то. Давай! Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Продолжение следует... 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 Кирилл, доделайте прибор, что-то он не вывозит... Продолжение следует... 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 Рез не самый наш максимальный, конечно, но там просто морды уже, считайте, нету, стойки порваны. Сейчас будем крышу варить, наверное, распорку, да, придется уже ставить? Рамка порвана, которая, мотор, короче, щиток моторный тоже порван. Раз эти порваны, двери порваны, порваны стойки. Ну, ты там не прихудел? Жарко? Не, нормально. Нормально? Да нахерец. Там Ташкент. Ну, а уже остыли, кстати. Ну, 65 градусов на САБах, слышь? Ну, мне кажется, он припоздает, потому что он на моторе показывал 60 или 70. Мотор разве столько, температура какая у него там? 90 же? А, ну, меньше. Прайдем уже развалились, мне кажется. Ну, Эски, да. Эски, да. Ну, ладно. Когда проверите, тогда и будем. Он у Чиня, а ничего не разваливается, да? Да ладно, брат. Чиня, ахерен. У него валит, кстати, децибел на 5 больше, да? Блядь, вот тут, конечно, выбрали мы местечко поснимать. Ну, короче, вот так, ребята. Я понимаю, что и 10 секунд, и 2, и 3 минуты, в принципе, можно. Когда машина выходит из 10 секунд на таком давлении, а это очень большое давление. Это очень громко, это ломает кузов, вы видели. Это аккумулятор прыгает. Там аккумулятор, кстати, вот так вот ходит, ходунов. И, короче, вот таких видео больше нет. Такого результата в такое время больше нет в России. И сейчас официально это, ну, не официально, а подтверждено, по крайней мере, видеоматериалом, а не записями на форумах и несколькосекундными результатами. Это самая громкая машина, которая воспроизводит музыку. Поэтому я уверен, что сейчас появятся люди, которые повторят и покажут, и даже могут там сколотить какой-нибудь хэтштег, там, убийцы вечности. Или когда, пожалуйста, мы только за. Ну, это будет развивать, мне кажется, автозвук в России. Громкий автозвук именно музыку. Не машины, которые полгода собираются, а потом минуту играют, и потом полгода пишут, как они играли эту минуту. Ну, вот, пожалуйста, автомобиль. Три года. Три года будет в августе. Три года, как он ездит, как его переслушали уже, ну, не знаю, сотни. Сотни, может, больше тысячи человек его переслушали. Вот резы, которые она возит, 154 до 156. Максимальный был 157,3. И эти резы до сих пор при ней, даже вот с порванным кузовом. И улучшаться здесь есть куда, но здесь любое улучшение нужно делать аккуратно, потому что нарез, любое улучшение здесь повлияет положительно. Но будет ли это визуализация такая же? Будет ли это стабильность такая же? Будет ли это так же музыкально, да, широкая полка? Ну, не в самом лучшем виде, конечно, вы ее сейчас увидели. Но перед тем, как варить, мы решили показать вам. В принципе, что, давай напоследок еще навалим чуть-чуть низа. Мы уже пока записывали, стемнело. Не знаю, будет видно, нет? Датчик, конечно, подвел. Что-то его после стольки минут начало подключивать, пишет оборудование. А он теряет с ним связь. Может, разъем разболтался там, что скорее всего. Но датчик сегодня нас подвел. Мы планировали подольше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А где пирометр? А ну-ка, что там с сабами? А они остыли, 55 уже. Вольтаж нормальный. Ну, просадки не кислые, кстати. Но она их удерживает. И, кстати, очень много машин с более хорошими аккумуляторами сталкиваются с проблемой генератора. Генератор, аккумуляторы, не будем говорить, какие потребляют при зарядке. Берут очень большой ток. И генератор идет в такую нагрузку. Мы это слышали уже неоднократно, да? Неоднократно свист ремни. С литием проблемы есть. Но литий тема. Валить можно целый день, не заряжаясь. Ну, когда надо заряжаться, происходит нечто. Короче, сейчас, наверное... Сейчас, представляешь, сколько людей сидит, у них так бомбит прям. Ёброт, да какого, хуй, 154 всего? Попробуйте. У нас, знаете, в чем проблема в России? Тех, кто пишет там про резы. Они говорят, да так, моя машина тоже может валить. Никто, хуй, не проверял. Кто проверял? Никто не проверял. Я у каждого спросил, все говорят, а вы, мне говорят люди, вы не планируете рез увеличать? Я говорю, ну, вообще нам это пока не надо. Ну, просто всем показать. Я говорю, ребята, а с чего вы взяли, что это в плюс пойдет в какой-то? Ну, покажем там 20 людям, которые это обсуждают, там, про какой-то рез. Ну, музыка где? Вот она музыка. У вас есть такой рез столько времени? Ну, сейчас посмотрим, сколько машин это подтвердит. Я уверен, что... Я пока говорю, что это самое громкое, да? Я уверен, что сейчас кто-то запишет. Я уверен, что Коля сейчас запустит свою систему. И, может быть, сколько? Он 156 отыграет. Витек Моц. Ну, не знаю, у него максимальный был там вот последний раз. 157 на закрытых. 160. Ну, на стабильняк, я не знаю, сколько он будет. 155 может быть. Но никто не проверял. Проверяйте. Интересно. Мы как говорили, что это стабильный громкий автомобиль. Вот она система работает. Запускаем. В датчик уперлись. Мы, конечно, можем сейчас без датчика включить. Но вы что скажете? Вы там убавили? Ну, надо. Вот она на своей нормальной стабильной громкости играет. ЦАБы доходят до 65 градусов. Вольтаж на 12, на 11,8 держится. И вот она играет. 20 минут, 30 минут, я уверен, она сможет играть. Чуть-чуть тише будет играть дольше. Укрепить морду будет играть еще дольше с хорошим резом. Но вы же кайфуете от этого, согласитесь. Когда вы видите, машина как флексит. Посмотрите, что происходит. Это пиздец. А ну, пошатай. Вот, видите? Видите, чего это все стоит? Не просто написать, а показать. Поездить, послушать. Включить другим. Короче, вот он рез. Вот он рез. Это официально самый громкий сейчас рез. Самое продолжительное время. Посмотрим. Не тех, кто посмотрим, будет писать. А кто сделает. Ждем видео. Ждем. Без видео любая пиздеж не принимается. Да, комментаторы можете проходить мимо. Ждем всех на финале в Ростове, кстати. Мы можем с датчиком прям сдать. Вот, с покажем. Прямо 10 минут. Можете без датчика просто рядом встать. И посмотрим по машине, по людям. Послушаем друг у друга. Но реально вы просто уже ***. Особенно те, кто не понимает, там рез, рез. Какой рез надо? Вот на такой стабильности сколько? 158 было бы нормально. Вы даже ни хуя не понимаете, чем 158 от 154 отличается. Понимаете, что вы *** не понимаете? Понимаешь, Тюма? Они *** не понимают. Короче, я надеюсь, видео было как минимум интересным. Под***л датчик. Но сейчас я могу подписаться смело 20 минутами легко. 30 может быть. В любом случае, я уверен, это могут повторить какие-то автомобили. Но это *** как непросто. И с этим не надо спорить. Лучше проверьте. Все. Это лаутсаун. Это тринака. Это самый громкий автомобиль. В России это Тюма, он ее собрал. Скажите, спасибо Альфарду за такие сабы и кучу. Спасибо. Я не буду ничего говорить там с ***. Но сабы реально, ну то, что сейчас было, они прогретые. Но даже запаха нет. Понимаете? Включите на 10 минут музыку и посмотрите, что будет с лаком на катушке. Это, ну вы очень сильно удивитесь. Они нагретые, они горячий колпак, но даже еще лак не потек. Запаха нету прогретого лака. Даже прогретого лака не горячего еще. Вот, я думаю, много кто музыкой занимается, знаком с этим мерзким запахом. Вот его в тринаке еще даже не появилось. А у меня что стоит? Нифига себе, видели? Это Дракстер. DAF 7000. Потому что Тарамс чуть-чуть устал. Он не сильно устал, но немного устал, попросился поотдыхать. Я поставил пока Дракстер. Давайте, кто громче тринаке, кто запишет. Вот, 10 минут хотя бы. Давайте 10, да, поставим пока планочку. Вот, получает вот такую майку. На финале будем вручать. Ну, или выслим. Хотя, я думаю, первый, кто запишет такое видео, он в Ростове сам за ней подъедет, да? Ну, да. Да, и если кто-то еще не понял, то вот это, то, что мы сегодня показали, на самом деле, без ***, это вот, ну, наше мнение, подтвержденное нашим опытом. Я, по крайней мере, могу подписаться. Ни один сабвуфер серийный или сделанный ручную в России не может играть столько вот в таком режиме. Тут даже надо смотреть не на рез. Вы говорите про КПД. КПД не очень высокий у этой системы. И сабы реально, ну, они в клипе иногда находятся. И они не очень правильно работают, прямо скажем. И они идут в нагрев. Как они держат температуру и как они механически защищены, ну, таких сабвуферов в России больше нет. Это девбонс, ручной сборки. Я не могу ничего сказать за серийные девбонсы новые, хотя они, в принципе, наверное, такие же. Ну, вот, ручной сборки мы проверили, они сколько уже стоят здесь? Этапов 5-7, да, проехали? Больше? А сколько за этот год? Ну, грубо говоря, с десяток этапов они проехали. И каждый день Тёма валит ездить там по Ростову слушать. Только не в ночное время, ни в коем случае, в жилых кварталах. В ночное время валит Витя мощно. Да не надо, не пали. Ладно. Телефон сейчас... Короче, смысл понятен. Сабы, я считаю, это самые прочные сабвуферы в России. Это не в плане рекламы, там их смысла нет рекламировать, вы их не купите. Это, ну, это мое альбинение личное, Тёма со мной, наверное, согласен. Мы не можем вкрутить... Давайте сейчас имена называть. Да, мы не можем сейчас вкрутить сюда Pride S. Мы не можем вкрутить сюда UFO. Им *** придет. Ну, реально, там они могут быть какие-то результативней, какие-то там ниже играть, выше или шире полку. Но так температуру не держат сабы, это очень крепкие сабы. Это очень ***, какие крепкие сабы. Субтитры сделал DimaTorzok